Есть ли колледжи или школы в Англии для русских детей со слабым английским? Есть, конечно. Однако справедливо будет сделать поправку для иностранных детей, и не только русских. В подобных специализированных учебных заведениях Англии одновременно могут учиться дети из 40 различных стран. Разные национальности, разные языки, разные культуры, но единая цель – пройти подготовку перед поступлением в классические английские школы. Ярким представителем подобных специализированных колледжей в Англии, несомненно, является Бишопстроу колледж. Старый и надежный партнер компании Мариади, в гости к которому я вас приглашаю. Let's go! Hola amigos! Привет, друзья, на испанском! Сегодня я в гостях в знаменитом Бишопстроу колледж. Это наши старые друзья, наши старые партнеры. Колледж, который специализируется на обучении, в первую очередь, иностранных детей, на их подготовке к полноценному и уверенному уже обучению, сидя за одной партой с английскими детьми. Я хочу сегодня вас познакомить с Марком, хозяин колледжа, уделить, согласился мне внимания, показать свой замечательный колледж. Вернее, показать вам, потому что в этом колледже я уже, наверное, был раз 20. Камера 360, будем показывать с помощью этой камеры, поэтому не удивляйтесь спецэффектами, будет очень интересно. Будем гулять по колледжу и рассказывать, Марк будет про колледж, будем задавать ему вопросы, будет очень интересно. Вы знаете, как сказать «привет» по-русски? Нет? Привет! Привет! Не могли бы вы повторить за мной? Добро пожаловать в наш колледж. Вы только что сказали «добро пожаловать в наш колледж». Да, да, добро пожаловать. Пойдемте в колледж. Между занятиями можно прийти и поиграть в мяч. Да, взять мяч, поиграть в баскетбол, посидеть в кресле-качалке, поиграть в волейбол. Здорово! Такая широкая территория. Знаете, что мы сейчас делаем? Из-за ограничений мы ходим с детьми на прогулки. Эта возвышенность называется Миддлхилл. И мы туда ходим на прогулки по воскресеньям днем. А оттуда видно Стоунхедж? Думаю, нет, не видно. Стоунхедж недалеко, 15-20 минут на машине. Мы ходим для того, чтобы студенты выходили на воздух, в деревенской местности, размялись. А эти поля мы, конечно, используем для футбола и других видов спорта летом. Очень хорошо. Итак, это учебный корпус. Верно. Здесь проходят все занятия. Вот здесь все веселье. Да, тут проходят все уроки в течение дня. И также подготовка. То есть домашку они выполняют тоже здесь? Давайте я вам все покажу. Перед тем, как мы зайдем в учебный корпус Бишопстрол колледж, хочу обратить ваше внимание на то, что это видео только одна из частей из целой серии видеовыпусков, посвященных этому специализированному колледжу Вангрии. Пройдя по ссылкам в описании под видео, вы также можете оценить условия проживания в Бишопстрол колледже, познакомиться со студентами и управляющим директором колледжа, узнать, как и где ученики занимаются творчеством и спортом и многое другое. Там же будут подсказки того, как можно связаться с нами, чтобы получить свою бесплатную консультацию и помощь с поступлением. Это здание было построено 4 года назад? 4 года назад. В 2014. 6 лет назад. И это специально построенное здание, специализированное. Здесь у нас проходят собрания. Собрания. Здесь проводятся небольшие школьные собрания. А насколько школа большая? Сколько студентов? Максимум 96 студентов. Почти около 100 студентов. Мы преднамеренно маленькая школа, потому что индивидуальный подход. Точно. А возрастной диапазон? С 7 до 17 лет. А на стенах вы можете видеть примеры работ студентов по изобразительному искусству. Я бы не сказала, что мы специализируемся на искусстве, потому что мы фокусируемся на английском и учебных предметах, но вы можете видеть, что качество некоторых работ, на мой взгляд, достаточно хорош. Понятно, что школа специализации в первую очередь это академический английский и подготовка иностранных детей к полноценному уверенному обучению, сидя за мной партой с английскими людьми. Это Адиль из Мариаде. Здравствуйте. Очень приятно. А что вы преподаете? Я веду уроки у младших студентов, но сейчас они на уроке искусства. А, понятно. С 7 и... С 7 до 11. И потом эти дети идут в подготовительную школу. Эти студенты проведут почти все время в образовательной системе Великобритании, потому что они начали здесь, возможно, 2-3 года до этого учились в своей стране, потом подготовительная школа и затем старшая. Родители этих детей приняли решение отправить их к нам в очень раннем возрасте. Вы видели маленького Джорджа? Ему всего 7 или 8 лет, я думаю. И учителя младшей школы отвечают за преподавание всех предметов для них. И все их занятия проходят здесь. И мне кажется, что ваши уроки очень интерактивные. Стараюсь добавлять как можно больше. Играете в игры? Да. Использую яркие образы, знаете? Знаете, математика для них сложнее. Все эти подсчеты занимают много времени. Вы, конечно, знаете, что 7-летки очень отличаются от детей, которым 10. Поэтому для меня это вызов. Ваша работа в том, чтобы сделать урок занимательным. Да, веселым, чтобы можно было тренировать английский, связанный с этим предметом. Зачастую математические навыки у детей очень хорошие. Я же помогаю им демонстрировать это на английском языке, где это возможно. Здорово! Рад встрече с вами. Возможно, кто-то из вас сейчас скажет, как можно отправить ребенка на обучение в другую страну в возрасте 7 лет. Я вам отвечу. Можно, а в некоторых случаях даже нужно. Если бы я жил не в Англии, то мои дети уже бы учились в британских школах на пансионе. А им 11 и 13 лет. В каких школах учатся мои дети, если будет интересно, расскажу уже во время вашей бесплатной консультации. А пока back to Bishop's College. У всех есть шкафчики, да? Да, есть. Прямо как американская система. Это американская система, не так ли? Это для того, чтобы их книги не терялись по колледжу. Они хранят все книги здесь. Так же, как и свои вещи. Вот как это выглядит. Ну, это лучше, чем таскать с собой с класса в класс, правильно. Ненужные всякие книжки и тетради. Все вещи, необходимые для учебы, хранятся здесь. Здравствуйте. Это география? Да. Это ваши конкурные карты. Одна для каждого. А это средняя или старшая школа? Это М2. Средняя. Этим студентам 14 лет. Сейчас урок по предмету географии. Вы видите, что у каждого есть ноутбук. Это из-за гибридного обучения. Сейчас некоторые студенты онлайн. Вы можете видеть их на экране. Да, понятно. Давайте зайдем в еще один класс. Здравствуйте. Это урок математики. Математика. Думаю, это старшая школа. Хорошо. Это средняя. Выглядит как старшая. Вы большие. И еще сейчас с вами кто-то онлайн, правда? Да, некоторые студенты онлайн. Внесу ремарку. Половина учеников учится онлайн во время съемки этого видео только по причине пандемии. В обычном режиме обучение только очное. Это пустой класс. Вы можете видеть, что все классы маленькие. У нас максимум 8 студентов на уроке английского и максимум 12 на других предметах. Идея в том, чтобы студент получал много внимания. Когда студенты приезжают в их первую неделю, их тестируют, чтобы мы понимали, на каком они уровне. А, делите на уровне. Верно. Определяем их уровень. И каждую субботу утром студентов тестируют. Каждую неделю даются тесты, чтобы отслеживать их прогресс. Мы собираем очень много данных, того, как они успевают по английскому и другим предметам. И в первом семестре у нас три школьных отчета. То есть каждые 4-5 недель мы готовим отчет для их агентов, попечителей и родителей, чтобы отслеживать прогресс. И, конечно, мы можем реагировать на эти данные по необходимости. Конечно же, в классах есть старые добрые белые доски. Но также за ними есть умные доски с тачскрином. Здесь интерактивный экран. Также есть и в других классах, вы видели. Чтобы использовать также и цифровые методы совместно с традиционными. Доски по всему классу. Они хороши для традиционных письменных работ. Но и использование технологий, особенно в последние годы, является очень важным. Правильно ли будет сказать, что каждый урок, неважно математика это или физика, идет в комплексе с академическим английским? Это как два в одном, правда? Да, мы используем такой метод. Он называется CLIL, или предметно-языковое интегрированное обучение. Учителя-предметники работают совместно с преподавателями языка для того, чтобы программа академического английского была в комплексе с программой предметов. Они не просто выполняют программу, а изучают необходимый для предметов вокабуляра грамматику. Например, у студентов практическое занятие по науке. Перед практическим занятием преподаватель английского поможет им выучить лексику, необходимую для занятия. И поэтому, когда они придут в класс, то уже будут знать все термины. То, что сейчас Марк рассказал, это и есть ключевая особенность Бишоп Строу колледжа. В классических школах, в классах с английскими детьми, скажем, на уроке математики, никто тебе не будет отдельно объяснять, что такое дробное число на английском языке. Fractional number. Или на уроке химии, что такое углекислый газ. Carbon dioxide. А в Бишоп Строу колледжи будут. Кстати, перед тем, как давать рекомендации клиентам компании Моряди в адрес уже конкретных учебных заведений, я провожу собеседование с кандидатами на поступление. И проверка уровня знания английского языка является частью этого собеседования. Не забудьте оставить заявку на свою бесплатную консультацию и собеседование после просмотра этого видео. Это библиотека, которую также используют для занятий. Давайте я приведу вам примеры. Например, у нас здесь такая система. А, книги помечены, понятно. Да, для классного чтения. В зависимости от уровня английского. Верно. И это адаптированная версия классической истории. Последний из Макикан. Сокращенная версия. Конечно же, с картинками. Как краткое содержание. Идея в том, чтобы пока студенты учатся у нас, они прочитали несколько таких книг, усложняя уровень с улучшением языка. Они не изучают одну большую книгу, а множество классических британских произведений с подходящим уровнем английского. Что, конечно же, помогает лучше интегрироваться. В британскую систему, да. Выглядит так, будто сейчас вы проходите инженерию и природное любопытство. Да, читаем о науке. Здесь у нас разнообразие студентов. Можете, пожалуйста, сказать, откуда вы? Из каких стран? Япония. Ирак. Япония. Гонконг. Разнообразно. Да. Это наша первая неделя. С понедельника после возвращения. Еще один урок английского. Старшая школа, да? Да. Могу ли я вас спросить, откуда вы родом? Не могли бы вы сказать, откуда вы? Из какой страны? Я из Японии. Япония. Япония. Гонконг. Украина. Япония. Румыния. Япония. Так много японцев? Да. Они не переживают из-за COVID и продолжают учебу. Еще один класс английского. А у вас есть кто-то онлайн? Да, да. Есть Кейт и Люсия. Понятно. Еще три студента. Конечно же, некоторые студенты сейчас в других уголках мира. Но мы делаем все возможное. Они меня видят? Да. Привет. Привет. Давай, давай. Спасибо. Игнат, до встречи. А этот кабинет у нас для всего, что требует технологии. Тут были компьютеры. А теперь их все переместили. У всех на занятиях были ноутбуки для онлайн-обучения. Вы видели? Да. Мы взяли их отсюда. Хороший, просторный класс. Хорошее пространство. А стол? Я называю стол Рождественская елка. Да, выглядит как елка. Он может использоваться для различных вещей. Но мы на данный момент не используем его, так как переместили все ноутбуки. Ранее студенты приходили сюда как в кабинет информатики и пользовались ими здесь. Здорово. Ребят, ну, надеюсь, вам видео это понравилось. Марк показал нам Академик-блог, учебный корпус Бишопселл-Колледж. В отдельном выпуске, в описании под видео, будет отдельный выпуск, посвященный проживанию в Бишопселл-Колледже. Обязательно пройдите по ссылке в описании. Вы покажете нам жилье? Конечно. Мы посмотрим общежитие. Мы пойдем в общежитие Риверсайт Хаус. Но это будет в другом выпуске. Оставайтесь с нами. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...